Здравствуйте! В эфире итоговая программа «Факт» в студии Сергей Довголюк. Первый заместитель премьер-министра Казахстана Бакаджан Сагентаев и вице-премьера Госсовета КНР Джана Гаулия в Пекине провели седьмое заседание Казахстанского Китайского комитета по сотрудничеству, сообщает Интерфакс Казахстан. Данное заседание состоялось в преддверии визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Китай с 31 августа по 3 сентября. Стороны рассмотрели ряд соглашений, которые будут подписаны в ходе визита президента Казахстана в КНР, обсудили реализацию проектов в рамках новой экономической политики Казахстана Нурлыжол и инициативы председателя КНР Си Цзиньпиня «Один пояс, один путь». Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 27 августа примет в Астане главу МАГАТЭ Юкия Амана и экс-сенатора США Сэма Нана, передает костак. Накануне 26 августа Казахстан с официальным визитом посетит премьер-министр Исламской Республики Пакистан Навас Шариф. В ходе визита состоятся двухсторонние переговоры и будет подписан ряд документов. Кроме того, 28 августа президент Казахстана встретится с президентом Сербии Тамиславом Николичем, который прибудет в нашу страну с официальным визитом. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заслушал на заседании Национальной комиссии по модернизации отчета о ходе реализации пяти институциональных реформ, пишет Интерфакс Казахстан. Президент подчеркнул, что по каждому блоку преобразований намечены конкретные шаги. На сегодняшний день комиссии проделана большая работа. Мы подошли к этому этапу, когда необходимо тщательно рассмотреть проекты актов, направленных на внесение изменений в действующее законодательство. Уже подготовлено 57 законопроектов, 29 из которых правительство внесет на рассмотрение парламента к 1 сентября, сказал Назарбаев. По итогам заседания глава государства дал ряд конкретных поручений. Система среднего образования Казахстана будет поэтапно переведена на новые содержания. Полный переход планируется к 2020 году, сообщил министр образования и науки Аслан Саринджипов. Он уточнил, что сейчас новые содержания среднего образования проходят апробацию в 30 пилотных школах. В 2016 году на обновленные содержания перейдут все первые классы в республике, в 2017 году вторые и пятые классы, соответственно, в 2018 году третьи, шестые и девятые, затем другие пять классов перейдут на новые содержания, уточнил глава ведомства. Он также добавил, что программа предшкольной подготовки в результате будет включена в начальный уровень образования, а структура школьного обучения 1 плюс 11 трансформируется в полноценное 12-летнее образование. О городских новостях вы узнаете сразу после рекламы, не переключайте. Продолжим выпуск. Октюбинцы сегодня осаждали специализированный магазин «Атамура», где продаются школьные учебники. Люди возмущены тем, что торговая точка не принимает назад приобретенные ими книги для учеников 4-х, 5-х и 6-х классов. Учебники этим классам, как известно, в этом году в школах будут выдаваться бесплатно. Однако многие родители об этом узнали уже ближе к началу учебного года, поскольку во многих школах еще в июне заботливые педагоги вывесили списки книг, которые необходимо приобрести за свой счет родителям, что они и сделали. Употворение сдать невозможно. Сегодня вот мы пришли сдать книги, у нас не принимают. Значит, да, в середине июня вывесили, какие книги в школах, какие книги надо покупать. 3 июля завезли, 5 июля мы купили книги. Вот, значит, получается так, что вот недавно объявили, что будут выдаваться бесплатно книги в школе. Значит, что книги свободно принимаются без всяких претензий, значит, принимаются в магазинах. Но нам сейчас дали отказ, не объяснили, почему не принимают. Сегодня мы прочитали объявление, что книги будут приниматься до 25 августа. Сегодня 25 августа. Мы принесли книги, но у нас не принимают. Говорим, оформите отказ, дайте нам письменный ответ. Они и на это не согласны. Не объясняют, по какой причине не принимают книги. Тем временем в администрации магазина «Тамура» никак не комментируют свою позицию, хотя здесь вывесили объявление, что книги назад принимаются до 25 августа. Тем не менее, судя по действиям представителей администрации «Тамура», покупателям надеяться не на что. По словам родителей, комплект книг обошелся им в среднем в 6,5 тысяч тенге. Сейчас они собираются обратиться к руководству городского отдела образования с коллективным письмом, в котором намерены поставить вопрос оказания содействия в решении их вопроса. Поскольку 6,5 тысяч тенге для многих существенная нагрузка на семейный бюджет. Примечательно, что накануне Министерством образования и науки было внесено предложение о привлечении к ответственности сотрудников Акиматов и региональных управлений образования ряда областей за срыв сроков поставок школьных учебников. В частности, соответствующие органы еще в начале года должны были запланировать на закуп учебников средства и проконтролировать своевременное поступление книг, как и обеспечение ими учебников. Кстати, нам в различных инстанциях так и не сказали, кто же виновен в создавшейся у нас ситуации. Видимо, в Минобразовании тоже ищут ответ на этот вопрос. Сегодня в областном Акимате состоялось совещание, в котором приняли участие представители Департамента комитета по регулированию естественных монополий, филиала Национальной палаты предпринимателей, представители госорганов и бизнесмены. На встрече обсуждались вопросы, касающиеся контроля за ценами. Какие меры будут применены к тем, кто, пользуясь ситуацией, необоснованно завышает цены, узнавала Айшат Ибрагимова. Сегодня предпринимателям разъяснили, какие меры за собой повлекут различного рода спекуляции, например, установление чрезмерно завышенных цен или создание искусственного дефицита. Совершение подобных действий влечет наложение штрафов от 3 до 5% от дохода, который был получен в период, когда предприниматель поднял цены до того момента, когда был обнаружен факт правонарушения. 3% от дохода выплатят представители малого и среднего бизнеса, 5% – крупного. Также может быть конфискован монопольный доход, то есть вся полученная прибыль за период, когда была установлена необоснованно завышенная цена. Со стороны бизнеса на сегодняшний день не должно быть, во-первых, происходить различных спекулятивных ситуаций со стороны субъектов РНК, а со стороны государственных органов, значит, злоупотребление и необоснованно контрольных санкций со стороны государственных органов власти. Начало расследований по нарушению монопольного законодательства могут привести данные факты спекуляции, как установление монопольной высокой цены, введение необоснованных ограничений по производству и реализации товаров, имеющих спрос и при наличии возможности производства и реализации, создание искусственного дефицита на рынке путем изъятия товаров из обращения продукции. Также, в соответствии с законом о конкуляции, запрещается соглашение для согласованных действий субъектов РНК по установлению или поддержанию цен, либо других условий приобретения или реализации товаров. Если на прошлой неделе доллар вырос на 35% и стоил 250 тенге, то сегодня в среднем доллар стоит 218 тенге. Таким образом, повышение составило 15%. При установке новых цен бизнесмены должны учитывать эти нюансы и не устанавливать цены выше, чем 15%. В связи со сложившейся экономической ситуацией в стране горожане должны быть готовы к повышению цен на импортную продукцию. Вчера был звонок от одного, он представился покупателем, говорит, хотел купить котел, который стоил 190 тысяч, а сейчас он стоит 250 тысяч. Насколько это обосновано? Конечно, как покупатель, я вас понимаю, да, он купил условно этот котел за 150 тысяч, продает за 190 тысяч, а теперь он за 150 тысяч приобрел, а за 250 тысяч хочет продать. Но вы поставьте себя на место бизнесмена, да, вот он должен продать этот котел, чтобы в дальнейшем, переведя в валюту эти деньги, провести другой котел, то есть дальше, чтобы мог торговать. Он же не может разницу покрывать со своего кармана. Цена будет подниматься, и долларом эквиваленте будет составлять какую-то цену, то, значит, это по-любому будет, потому что никто себе в убыток торговать не будет. По телефону доверия уже поступили жалобы на завышенные цены в некоторых сетях магазинов электробытовой техники. Если вы столкнулись с фактами резких скачков цен на продукцию первой необходимости в магазинах, на рынках или в супермаркетах, вы можете обратиться по телефону доверия 54 76 46 56 02 86. Айшат Абрагимова, Алимжан Молдобеков, программа «Факт». Жители улицы Чапаева полвека ждали новую дорогу, а теперь недовольны ей. Как говорят стажар жилы, каждую весну здесь невозможно пройти из-за грязи. В этом году коммунальщики решили эту проблему ликвидировать, проложив новые дорожные покрытия. Вот только местные жильцы считают, что ситуация с весенними потопами теперь только усугубится. Гульшат Саду живет на улице Чапаева с раннего детства и, по ее словам, за всю жизнь не видела ни разу здесь нового асфальтового покрытия. А через месяц сама сможет пройтись по нему. Вот только долгожданная реконструкция ее и других местных жителей не радует. По словам чапаевцев, дорогу прокладывают неправильно. Сместили с середины к одной стороне улицы и излишне поднимают над уровнем грунта. А теперь они ее смещают из-за того, что с правой стороны у нас центральная канализация была. Ее копали, и вот она осталась тут. И земля поднялась у нас. Здесь работы больше, чем на других улицах. Но мы теперь просим вообще Гордорстрой, ТО Гордорстрой, чтобы нам сделали хорошую дорогу. Ее снизили на те хотя бы 50 сантиметров. Канализацию нам не поднимали. Пусть она остается, и на этом уровне нам делали улицу. Руководство фирмы-подрядчика нарушений в строительстве дороги не видит. По их словам, все идет по плану. Более одного километра асфальтового покрытия на улице Чапаева будет закончено через месяц, а не три, как было запланировано ранее. Плюс для жителей вдоль дороги будет проложен тротуар шириной один метр. Во-первых, мы работаем по проекту. Во-вторых, у нас там каждый день проверяют контролирующие органы, значит, заказчик и технодзор там. Никакого там смещения нету, все по проекту идет там. Потом же строго контрольно. Как проект положено, так и мы работаем. Поднято, спустя, или кривой, или смешано. Не может быть такого. По проекту, как оно есть, так и мы работаем. Жители улицы Чапаева, в свою очередь, даже готовы поменять за свой счет колодцы. Лишь бы подрядчики согласились проложить дорогу ровно посередине улицы. Антон Пережогин, Алимжан Молдобеков. Программа «Факт». О перевыполнении плана по сбору налогов за первые полугодия отрапортовали представители областного департамента государственных доходов. Так, если предполагалось за январь-июнь этого года обеспечить поступление в бюджет в размере более 37 миллиардов тенге, то фактически удалось собрать налогов в общем объеме свыше 41,5 миллиардов тенге. В департаменте отметили, что сверхплановому поступлению в основном способствовали документальные проверки, в результате которых в бюджет поступило более 27,3 миллиардов тенге. На сегодня перед департаментом стоят очень большие задачи. Основная задача – это исполнение бюджета, пополнение доходной части бюджета. Сегодня мы разработали мероприятие, и в рамках этих мероприятий по налоговому администрированию принимаем все меры по поступлению бюджета по изысканию дополнительных резервов. Исполнение бюджета у нас, местный бюджет у нас на сегодня по итогам полугодия исполнил на 111%. Республиканский бюджет у нас идет темп роста, обеспечено на 27,3 миллиарда больше мы собрали, чем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В департаменте юстиции просит руководителей микрокредитных организаций пройти перерегистрацию. В данный момент не прошедших данную процедуру в нашем регионе насчитывается 45. Дело в том, что согласно закону о микрофинансовых организациях, перерегистрацию МФО необходимо провести до 1 января 2016 года. Согласно статье 31 указанного закона, коммерческие микрокредитные организации должны проходить государственную перерегистрацию до 1 января 2016 года. В случае несоблюдения данного требования они подлежат реорганизации либо ликвидации в соответствии с законами Республики Казахстан. Некоммерческие микрокредитные организации должны быть реорганизованы либо ликвидированы до 1 января 2016 года. Роли ислама в Казахстане – пути противодействия деструктивным религиозным течениям. Эти и другие вопросы обсуждаются в эти дни на специальном семинаре для информационно-попагандистских групп. Во встрече принимают участие ученые, представители власти, общественники и имамы. Подробнее в следующем материале выпуска. Религия не должна вредить, ломать судьбы и порабощать человека. С этих слов начал свое интервью доктор философии и теологии Дусай Кенжитай, которые в эти дни читают актюбинцам лекции по вопросам религии. По словам профессора, цель подобных встреч – донести до населения, что защитить себя и своих детей от негативного влияния извне возможно, лишь имея представление об истории своей религии и культуры, быть грамотным и подкованным, ибо часто в сети деструктивных религиозных течений людей заносит незнание, неумение разобрать, где черное, а где белое. Больше нельзя сказать «я не интересуюсь религией, я далек от этого, я физик или химик, и мне нет до этого дела, нужно понимать ответственность». Казахская культура и ее содержание непрерывно связаны с религией. Если ты носитель этой культуры, ты обязан изучить ее и воспитывать в этом ключе своего ребенка, ибо если этого не сделаешь ты, это сделают за тебя другие. Мы видим немало печальных примеров, как из молодежи делают религиозных роботов. Ак-Тубе для многих в стране по-прежнему ассоциируется с событиями 2011 года. История с терактом до сих пор вызывает у людей вопросы и тревогу. Но, по словам ученого, сегодня ситуацию в нашем регионе можно назвать спокойной. Влияние салафитов и ваххабитов слабеет. Однако, может быть, теперь оно просто не так очевидно. Как уберечься? Это надо разговаривать с детьми и постоянно объяснять, чтобы они не попали в какие-нибудь такие окружения, я так думаю. Да, беспокойство какое-то, потому что это, я считаю, многие попадают в молодежи от безделия. Вот они не знают, с кем общаться, куда. Они начинают общаться, вот это как начинают, но это вот, как раньше говорили, что вот, как наркотик вот потяг куда-то, вот религия, я так считаю. Вообще я никак не отношусь, это очень плохо. Особенно для молодежи это, знаете, очень опасно. У меня две внучки, и я вот, знаете, очень беспокоюсь. Ведь молодежь, она как быстро поддается. Ну, если кто, как сказать, более-менее с головой дружит, как говорится, это грубо сказано, тот, конечно, не подастся. Ну, в первую очередь должно государство, конечно, еще и семья должна как-то реагировать на это. Очень много таких случаев, что бывает, молодежь попадает вот в это. Ну, конечно, пресекать должны эти сообщества, как говорится. А так это от человека зависит. Если он нормально хочет, как говорится, жить, образ вести, как говорится, жизнь нормальная, то не попадет, наверное, в это влияние. Ну, это надо читать самим, все узнавать самим, а не вот так через слухи. Ну, в школах надо религиозные уроки проводить. К сожалению, сегодня в мире сложилась тенденция исламофобии. Однако ислам не есть религия террора. Еще раз подчеркивает профессор Дусай Кинжитай. Радикальный ислам возникает там, где позиции настоящего ислама слабы. Просто нужно уделить внимание религиозному образованию, считают ученые. И начинать его нужно с семьи. Завтрашний день зависит от каждого из нас. Асиль Кинжалина, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Это все новости к данному часу. Я с вами прощаюсь. До завтра. Субтитры подогнал «Симон»!